и всем привет дорогие друзья с вами по-прежнему я алексей и добро пожаловать на рубрику первый взгляд сегодня в рамках этой рубрики мы рассмотрим новинку это gran turismo sport скажу сразу что для меня это серия игр прошла мимо в свое время и по сути gran turismo sport это первый мой в жизни вообще gran turismo раньше я не играл в нее вообще ни разу я имею ввиду всю серию целиком а что касаемо gran turismo sport поиграл я в открытую бету несколько дней назад в принципе двоякое впечатление у меня не сложилось то есть вроде бы да и вроде бы нет решил дождаться полной версии ну и вот сегодня с утра когда игра стала доступна уже официально в магазинах создал я в группе канала вконтакте пост кстати ссылочка есть в описании подписывайтесь обязательно чтобы новости не пропускать сделал пост с опросом и стоит ли вообще делать на нее ну первый взгляд будет ли это зрителям интересно большинство проголосовала за то есть сразу же буквально там до минут через 30 уже большинство голосов было за вариант а чтобы сделать этот первый взгляд ну я сорвался в магазин и приобрел один из первых эту игру и так собственно немножечко уже полазил по меню более она стала обширная то есть дали нам возможность залезть в большие пункты меню нежели чем это было ну по сути называется это как бы бета но по сути это была демка сегодня что мы сделаем мы постараемся посмотреть на все автомобили постараюсь я посмотреть и показать вам какие здесь есть трассы возможно так краем глаза зацепим фоторежим который здесь есть кстати очень крутой фоторежим ну и наверное в конце видео небольшая нас ждет поездочка но это соответственно и так на давайте посмотрим на меню собственно выглядит но следующим образом менюшка очень очень классно я на самом деле давно в играх вообще вот не брать если в расчет да что там какие-то автосимуляторы и так далее не видел я такого классного меню то есть все здесь у нас расписано все разложено по полочкам то есть у нас есть режим аркада мы можем выбрать отдельный заезд с искусственным интеллектом заезд на время дрифт заезд создать свою гонку раздельный экран сделать если у вас большой телевизор и можете вдвоем с другом кататься на одном экране и плюс ко всему также игра поддерживает VR ну шлема у меня к сожалению нет поэтому этот раздел я думаю опущу дальше у нас идет компания то есть присутствует классическая школа вождения меню испытаний и знакомства с трассами ну вот на 16 процентов до первый тур школы так скажем вождение я уже прошел мне подарили машину здесь задания были самые что ни на есть простые то есть разгон слалом остановка и в награду мне дали рено или citroen или peugeot я не помню в общем короче что-то из французского далее есть у нас для хардкорных игроков насколько я понимаю вкладка спорта здесь мы можем проходить официальные гоночные испытания состязания в гран туризма спорт можно посмотреть прямые трансляции ну либо почитать гоночный этикет вообще что это такое изучить правила и так далее дальше у нас идет центр брендов это что ни на есть автосалон всего у нас в игре представлены три страны производителя это америка европа и ну как не три стороны три континента наверное европа и соответственно азия америка давайте быстренько посмотрим какие бренды у нас здесь есть это ford chevrolet на дольше инфинити чапарал где-то я уже по моему это слышал по моему ford motorsport 7 и fitty пропала fitty paldi motors в форде давайте посмотрим что у нас представлена максимально быстро постараюсь все это показать канал там официальные ссылки у нас идут на официальный youtube канал и краткая история когда была создана и так далее первый автомобиль ford это у нас ст-шка пятнадцатого года далее идет mustang gt премиум фэсбэк пятнадцатого года mustang группа 4 группа 3 группа б ралликар его кстати давали тем кто играл в демо версию ну и соответственно ford focus также у нас в группе b в категории ралли автомобилей по фордам все очень очень мало фордов по шевролетам давайте также быстренько глянем что у нас присутствует то есть там показывают даже смотрите небольшую историю то есть где у нас находится штаб-квартира даже какого числа какого года это все было у нас основано ну и плюс ко всему показывает основатель такая знаете мини автомобильная википедия с шевролетами вообще все очень плохо всего 4 автомобиля это camara ss 16 года stingray 14 года блин могли бы уже и свеженький stingray чик добавить далее у нас идет corvette c7 группа 4 ну и соответственно c7 группа 3 все автомобили больше у нас никаких нет имеется ввиду в плане шевролетов дальше дочь у нас также не менее яркая американская классика charger srt hellcat 15 года второй автомобиль это вайпер gts 13 года соответственно вайпер но уже как я понимаю старый до судя по всему или но нет это новый вайпер группа 4 соответственно вайпер в пятнадцатого года группа 3 ну и вот такой у нас там агавка это наверное самая дорогая машина в игре и просто она летит очень очень быстро там вплоть до того что можно 400 спокойно на ней перешагнуть от тачка реально лютая просто жесть так далее у нас инфинити странно что она присутствует именно в категории автомобилей сша но здесь у нас одна тачка это инфинити концепта виджете стоит она также миллион на мощность здесь у нас 543 кобылы если честно на ней не катался и в первый раз вообще вот вижу этот автомобиль ну это знаете такая местная подрубрика то есть суда vision gt то есть это концепты насколько понимаю которые здесь официально добавлены чапа рал блин тут тоже я смотрю тачка обалденная также стоит миллион кредитов максимальная скоростью на десятка здесь практически 1000 лошадиных сил при весе в 450 килограмм это 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 все друзья это финиш я не представляю насколько быстро она едет надеюсь на какой-нибудь трассе все-таки можно найти максимальную прямую и разогнать ее там но я думаю она также за 400 выйдет почему я об этом говорю потому что до релиза я видел несколько стримов где на вот таких вот концептах катались они там и до 600 километров в час разгонялись так что здесь можно ожидать все угодно все что угодно ну соответственно да вот еще один такой же автомобиль fitty paldi motors и f7 то есть опять же на 607 к был но весит она уже тонну то есть но здесь соотношение немножко такое уже более правдоподобное и так с америка покончено давайте посмотрим что у нас по европе брендов очень много у нас здесь присутствует я вам просто покажу список это у нас ягуар астон мартин макларен и левис льюис хэмилтон это у нас соответственно была великобритания в германии у нас представлено ну классический автомобиль то соответственно volkswagen mercedes bmw audi mini и porsche появился porsche в игре по франции у нас рено спорт пежо citroen альпина и bugatti почему кстати bugatti во франции тоже вроде немецкая как бы вообще марка или нет ну могу путаться в швейцарии у нас так присутствует не знаю что это такое если честно что за машина такая италия представлена классическими машинами то есть это альфа ромео ferrari и lamborghini слушайте ну давайте посмотрим я не знаю все смысла наверно смотреть не давайте посмотрим какие здесь присутствуют porsche ки потому что сейчас их начали добавлять во все игры абсолютно во все porsche у нас вообще мало то есть у нас остался один гражданский это 911 911 gt3 rs 16 года дальше идет кайман в категории gt4 911 rs r 17 года в группе 3 но соответственно в группе 1 porsche 919 гибрид также стоит миллион кредитов это очень очень много по мерседесам давайте посмотрим какие мерсики у нас добавлены в игру здесь прям смотрите на на один из самых больших центр брендов представлен именно в мерседесе давайте посмотрим маха мджи а 45 тринадцатого года ну я думаю всем то тачка уже знакома так же практически в каждой гоночной игре она встречается дальше идет amg gts 15 года прикольная машина для меня лично это машина культовая это sls amg блин классная машина дальше соответственно его гоночный собрат идет в группе 4 он опять же в группе 3 sls amg и amg gt 16 года в группе 3 все мерседесов больше нет так а чтобы еще он такого интересного показать по макларенам давайте может быть посмотрим какие здесь у нас есть гражданские автомобили not в макларене смотрите здесь у нас два то есть это mp4 12 7 1 наверное самых красивых машинную которая создавалась в те времена дальше у нас идет 650s купе 14 года ну и тут соответственно уже идут четвертая группа третья группа и первая группа это maclaren ultimate так ну и давайте что-нибудь посмотрим наверное мы из ferrari и я думаю перейдем на японию потому что ну европа самый такой обширный список она здесь имеет если вдруг вам интересно можете просто на youtube чеки день вбить полный список автомобилей там посмотреть все таки я стараюсь в первом взгляде показать по максимуму но в максимально короткие сроки и так по ferrari всего 4 автомобиля это у нас 458 италия далее идет также 458 италии но в группе 4 соответственно в группе gt3 и la ferrari тринадцатого года полностью стоковая стоит она миллион шестьсот наберу свои слова обратно то что те тачки из из gt vision самые дорогие вот самая дорогая тачка которая видел это ferrari la ferrari миллион шестьсот так ну что давайте наверное мы сейчас с вами перейдем уже к азиатскому региону посмотрим какие у нас тут автомобиль это toyota nissan honda mazda subaru gran turismo интересно посмотреть lexus daihatsu mitsubishi motors и соответственно hyundai у нас из южной кореи по toyota давайте быстренько пройдемся хочется посмотреть какие toyota у нас здесь есть потому что forza motorsport 7 с toyota прям вообще какой-то запар их просто вырезали первая тачка это у нас gt 86 toyota дальше у нас идет toyota sfr 15 странная очень странная машина знаете такой некий гибрид наверное вот предыдущий до gt хи и mx 5 вот очень похоже дальше идет восемьдесят шестой восемьдесят шестая toyota g rmn видимо какая-то гуночная комплектация соответственно опять же у нас идет этот sfr racing концепт но уже шестнадцатого года гоночный вариант далее идет восемь шестая toyota в группе 4 соответственно ft 1 в третьей группе rally car даже есть обратите внимание среди toyota это очень круто ну и дальше пошли у нас гибриды которые ну я думаю только для таких закрытых трековых гонок приезжаешь сюда с гоночной командой и кайфуешь так что еще гляну давайте посмотрим что за машины гран туризма очень интересно что они сюда добавили ага то есть просто музей канал они же сами типа из японии все 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 я понял давайте по лёху сам посмотрим что здесь у нас есть интересного по стоковым тачкам у нас rcf и соответственно ls lc500 очка новый кстати lexus это очень круто молодцы вот lexus этот я обязательно наверно покручу потом фоторежиме тем более что стоит он не так уж и дорого ну и дальше у нас идут гоночные варианты это понятно так ну что по хендайчиком я думаю тоже смысла особо нет их смотреть можно все это увидеть на ю тубе так выходим из центра брендов давайте мы зайдем с вами в меню виды опять же краем глаза посмотрим на те пресета да на те фоны на которых можно сфотографировать свой автомобиль то есть фонов здесь реально много и в чем прикол вообще этого фоторежима то есть просто автор игры катался по вот этим это реально это абсолютно реальные места не есть в реальной жизни в реальном мире они абсолютно не вымышлены то есть нам просто ставится фон вот я вам кратенько так пролистываю медленно чтобы все посмотрели внимательно каких в каких частях света это можно сфотографировать все просто да нам дается фона мы выбираем машину либо несколько машин и соответственно ставим их располагаем как мы хотим включаем фары поворачиваем колеса в общем накладываем какие-то спецэффекты и рендерим по сути рендер изображения ну ради примера давайте им знаете что посмотрим давайте 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 знаете куда зайдем слушайте мне вот нравится вот это руины самая такая прикольная старая бумажная фабрика здесь можно посмотреть еще кстати несколько под фонов выбрать то есть либо на улице в машину где-то поставить либо в других помещениях это реально очень круто но плюс ко всему да здесь еще можно догружать эти материалы этого конечно же ничего не делал сразу как запустил и покатался немножко в школе вождения и попер ну ради примера да давайте вот мы допустим возьмем мой peugeot все-таки мне peugeot выдали ну здесь конечно эта тачка будет смотреться не очень я думаю при таком-то антуражике так ну примерно вот так вот мы из выставляем можем нажать на сенсорную панель зажать и и примерно вот прикинуть как у нас будет выглядеть фотография дальше до угол колеса то понятно фары можно включить либо в положении ну грубо говоря дыхового ближний свет соответственно дальний свет дополнительные параметры всяческие противотуманные фары дождевые огни по камере опять же настроек очень много можно поиграться с диафрагмой экспо-экс короче с экспозиции некс и врачу у меня поняли экспо коррекция здесь это называется по научному с выдержкой поиграться с фокусом то есть параметры паномирования то есть даже здесь можно сделать панораму из этих фотографий то знаете вот нет такого как вот в остальных играх просто вот так вот делаешь пошагово полукругом снимки а потом фотошопе их стягиваешь здесь можно панораму сделать сразу соответственно до поменять можно еще удаление фокусное расстояние все такое прочее соотношение сторон если я думаю выйти играть на playstation 4 pro на там можно будет скриншоты сделать в 4к качестве но по эффектам да здесь куча всяческих пресетов у нас присутствует то есть мало того что вы можете просто выбрать примеру какой-нибудь да и там уже соответственно его дальше поменять добавить еще больше эффектов изменить его добавить его интенсивность и так далее в общем фоторежим очень крутой я думаю что здесь я подсяду надолго но для начала пройду гоночки получу бесплатные машины ну а потом уже буду радовать вас фоточками в группе канала вконтакте ссылочка на не если что в описании такая ненавязчивая реклама так ну что бы на давайте посмотрим свою гонку может быть у нас получится какие-то трассы здесь сделать я думаю они все наверняка открыты уже сейчас со старта игры да так оно и есть ну трасс смотрите то есть они как бы подразделены еще на спецучастки вот допустим вот это я так понимаю вот эти два спецучастка у нас идут под ралли кроссы неплохо слушайте неплохо есть и брендс хэтч плюс ко всему конечно да трассы у нас привязаны к уровню нашего водителя но посмотрите так мы их можем всего у нас получается сколько траста ну очень очень много если так считать это у нас получается 5 10 15 20 25 30 35 ну и плюс 38 но это вместе со всеми спецучастками и тому подобного по факту трасс здесь половину меньше ну для наверное того чтобы понять как это все управляется куда бы нам с вами зайти да покрасивее да поинтереснее честно сказать вот катался я врали в бета-версии вну в той же в демо версии это просто жесть машину так носит она ну я не знаю может быть у меня руки не с того места растут может просто я не умею еще играть в эту игру вот в тот же дёрт ралли который она считается одним из самых сложных действительно классных и крутых симуляторов ралли примерно такое же покрытие там я с машиной справляюсь гораздо увереннее гораздо легче мне дается управление чем здесь здесь просто нажимаешь газ машина на полном приводе и и начинает крутить вращать не дай бог тебе там нажать стик еще куда-то влево вправо в это время все и и начинает развал короче это жесть пацаны это прям наверно для суровых мужиков так ну что давайте я не знаю давайте выберем вот это побережье плюс ко всему можно выбрать время знаете такая некая аналогия здесь проскальзывает с драйв клабом но в драйв клабе это было сделано все гораздо круче можно было выбрать самому время какое хочешь там от нуля до 24 часов то есть ну полностью весь часовой диапазон соблюдался ну и соответственно там можно было подобрать погоду здесь насколько я понимаю погодных эффектов нет в игре вообще как таковых но зато здесь работает аварийка так давайте выберем день 10 часов из машин ну в принципе нам они даются как арендные насколько я понимаю их не так уж и много кстати смотрите lancer у нас также плюс ко всему из роли не ралли не вот на нем я катался но это просто трэш пацаны какой-то вообще есть volkswagen очень круто давайте наверно возьмем мемочку цвет опять же выбор цветов тоже очень похоже на драйв клабовский вот прям ну там только было это все немножко посложнее там некую кнопочку нажимаешь можно было выбрать либо заводские цвета либо покраски там какие-нибудь знаете клубные так далее давайте выберем вот такой синий цвет ну и тип кпп я возьму автомат потому что я езжу на геймпаде и как бы особо никакого смысла нет в том чтобы здесь что-то менять а плюс ко всему заезд можно настроить полностью то есть выбрать тип гонки то есть либо это будет по выносливости то есть каждый круг у нас будет отстегиваться последний участник либо по числу по числу машин время стартовая решетка то есть где я буду стоять на стартовой решетке тип старта выбирается то есть реально здесь настроек очень очень много износ шин воздушный мешок механические повреждения кстати давайте поставим повреждения попробуем куда-нибудь в пиндюрится просто мне реально интересно как у нас будет биться здесь машина принципе в седьмом мотор спорте повреждения очень даже неплохие ну такой у нас красивый загрузочный кран на одном так скажем полушарии да у нас появляется салон слева ну салончики да конечно здесь тоже топовые прям как в мотор спорте и и кстати звук загрузки от каждой машины зависит свой то есть допустим выбрал я м куда в данном случае это бмв у нас м4 вот именно вот этот звук у нас будет проигрываться ну блин ну это реально круто и пошки вот красавчики так но по звукам наверно будет сильно тихо можно включить аварийку вот опять же включаешь на сенсорную панель и у нас включается аварийка но это прикольно согласитесь так по видам у нас было сзади вид как я понимаю с бампера ну и вот соответственно вид салона аварийку можно выключить по звукам наверно тихо но я могу сказать что хорошо здесь у нас работает дисплей мультимедийной системы работает проекция это очень здорово но классические уже отражение этому я не удивляюсь то что на лобоше у нас отражается там приборная панель руки и тому подобное я бы вот еще добавил сюда допустим функцию включения отключения фар ну реально иногда очень хочется и все бхбх пошла в разнос вот тут ее сложно восстановить но по крайней мере для меня то есть сейчас наверно тому фанатов если они сюда попали на это видео них просто жестко горит пердак того как я езжу но нужно вкатываться я так стараюсь максимально игру поставить против меня сейчас мы где-нибудь с вами разгонимся обязательно впиндюримся в стену потому что я хочу посмотреть как все таки здесь повреждение от обратите внимание да кстати от камара сейчас выходил из поворота его немножко занесло форзи это редкость на самом деле чтобы машины ботов как-то нас заносило в каких-то не не штатных ситуациях бывали блин оттормаживается конечно ну-ка давайте отлично но пока у нас косметика идет конечно хотя повреждение написано тяжелые форзи бы меня уже размотала если бы влупился вот правда вам говорю по камере в салоне да что интересно здесь на смотрите камера как бы полностью нам показывает салон то есть опять же нет такого как форзи что только влево там вправо хрен пойми куда смотришь чтобы смотреть вот так вот да вот надо там стик вперед наклонять здесь полностью салон отображается если правый стик отклоняем назад у нас соответственно даже видно заднее сидение и это реально очень очень круто так ну что я не знаю попробуем дальше куда-то там поехать у нас уже начинают передачи залипать на скринит влево ну видимо повреждением получили очень серьезно я думаю нет нам особо смысла прокатывать даже эту гонку до конца по ощущениям по ощущениям как бы вам сказать машина как будто бы легче что ли нежели чем форзи но я сравниваю все-таки с форзи потому что я в ней очень много времени проиграл и по сути мне больше не с чем сравнить здесь как-то машина легче почему-то рулится ну как не то что в плане того что вот прямо здесь физика такая вся аркадная да и здесь ее полностью не то форза это король нет здесь физика определенно присутствует и она сопротивляется со мной то есть опять же меня игра хочет убить а если она меня пытается убить то вы прекрасно знаете что это очень даже хорошо ну вот не чувствуется вес что ли машины не знаю может быть это из-за того что я такую м-ку выбрал типа на там облегченная гоночная и так далее но как-то я не знаю но что-то здесь не то вот что-то тут не то руль конечно крутится чуть дальше нежели чем форзи это очень даже радует смотрите трафик поехал на пидстоп давайте мы тоже заедем вот это прикольно вот форзи такого нет я не видел этого давайте заедем на пит ухты отлично смотрите побежали а форзи нет такого пацаны нету давайте резину нам поменяем смотрите как они это все делают обалдеть а форзи просто заезжаешь у тебя тачка постояла и уехала блин да это круто вообще слушайте а вот это да вот за это гран туризма зачет ой как удивили айда и пошки вы посмотрите на них а как они это делают это просто капец полноценный пидстоп то есть выбираешься тип резины которая тебе нужна там допустим на трек день какой-нибудь приехал до понакрутился тут 50 кругов и катаешься по этой трассе блин да это реально круто вообще вот за это лайк ну по физике не знаю как свои ощущения передать то есть машина мне здесь почему-то кажется нежели легче нежели чем форзи но как-то особо такой сильная разница в управлении я не знаю я мне буквально пару кругов надо чтоб кататься и я буду ездить абсолютно так же как и там ну что дорогие друзья вот такой вот непонятный для многих первый взгляд что по игре сказать вообще в купе да контента конечно маловато на трасс маловато с автомобилей тоже очень очень мало но я надеюсь в deal сишки это все у нас исправиться но плюс если с другой стороны посмотреть на это все да можно конечно найти много плюсов типа все машины как бы у нас будут из-за расходов не то что форзе там 700 плюс список и большинство ты никогда в жизни там и не прокатаешь этих автомобилей по трассам ну как то тоже не знаю может быть в виде дополнений бесплатных платных будет это все дело дальше добавляться а так в целом очень очень прикольно думаю немножечко я к ней покатаюсь попривыкну полезу в онлайн мне там накидают люлей и я обратно вернусь в синглплеер покупать или нет ну не знаю здесь я наверно впервые не возьму на себя ответственность порекомендовать вам эту игру фанаты может быть вам в описании ой в описании в комментариях под этим роликом подскажут более опытные игроки кстати кто играет в гран туризма как бы давно уже пишите в комментариях как вам игра будет очень интересно почитать ваше мнение ну свое такое строго субъективное мнение я выразил в этом довольно таки длительном видеоролике все дорогие друзья спасибо за внимание не забываем ставить лайк подписываться на канал с вами был алексей желаю всем хорошего настроения всем огромной удачи пока увидимся